От добра добра не ищут. А если добро – это название управляющей компании, то не ищут еще и благоустройство, решение коммунальных проблем и ремонта. Жители нескольких домов по улице Дружбы областного центра решили перейти от УК-город к компании «Добро». Им, конечно же, обещали все виды ЖКХ-опеки – чистые подъезды, крепкие крыши. Получилось совсем иначе. Вот, например, кирпичи и складки вываливаются, а коммунальщикам и нет дела. У нас аварийная постановка над крыльцом, камнепад. Вы посмотрите, какая аварийная. Булыжники висят прямо. Вот они того, глядя, упадут. Здесь падает у подъезда. Убираю уже три раза. Никто не обращает внимания. Мусорки нет. 103 рубля берут за мусор. И что это? Пойдешь, подвернешь ногу. Пошел, опасайся, по голове бы не ударил. Но это же аварийная стандартная. Обязательно должен сделать. Правильно? Способ ремонта труб изоленты УК «Добро» может запатентовать. Впереди топительный сезон, а в тех помещениях такая картина. Трубы перемотаны с надеждой, что не потекут. Мы собирали дополнительные средства на крышу. Нам приехали, поменяли несколько листов крыши. И в результате через два месяца после сильных дождей вся эта крыша полетела. К нему обратились. Да, 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 да. Сделаем. Прошел уже почти год. Все. Крыша в подъездах течет. Льется прямо на пол. И это во всех наших трех домах так. Жители, конечно, креативят как могут. Отсутствие отмостков прикрывают коврами. Щели в доме замазывают тоже сами. То в одном, то в другом месте запенивают. Заявку сделают. Какая квартира? Я говорю, 12-я. Вот мы у вас приняли. Я говорю, ну 10-я. Тот подъезд течет. Пятая квартира. Да во многих квартирах течет. А вы за них не отвечаете. А почему? Если вот, например, мне говорят, а мы откуда знаем, что у них течет? Это значит, каждая квартира должна сделать заявку. Ну это что это такое? И вроде бы ничего критичного. Но общее ощущение какое-то подпорченное. Ощущение не только заброшенности и запустения, но и безнадеги. Коммунальщики ни в какую на контакт не идут. Заявки игнорируют. Позвонили как-то раз по телефону ему. Он не берет, не берет, не берет. Наверное, месяц больше. А потом взял и говорит. Да у меня вирус на телефоне был. Поэтому я и не брал. Вирус какой-то там у него был. Директор УК Добро Николай Журавлев с нами встречаться отказался. Комментировать бездействия коммунальщиков тоже. Отметил, что не считает нужным. Видимо, рассчитывает, что обойдется в этих домах без ЧП. Хотя перестраховаться бы не помешало. Буквально на этой неделе за оказание жилищно-коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на год ограничения свободы осуждена директор другой управляшки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.